22 августа 1991 года официальным символом Российской Федерации стал триколор. Считается, что каждый его цвет имеет свой смысл. Кто-то говорит, что полосы на флаге – это символ Троицы. Кто-то говорит о трех стихиях, а кто-то – о славянских народах. Но специалисты считают, что все это геральдическая фантазия. На самом деле история российского флага намного глубже. А начинается она со времен Петра I, которого считают законом-отцом российского триколора. В 1705 году Петр I издал указ, согласно которому на торговых судах должны поднимать бело-синий-красный флаг. Он сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Историки и исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, почему на российский флаг поместили белый, синий и красный цвета. По одной из версий белый означает свободу, синий – Богородицу, красный – державность. По другой версии белый цвет символизирует благородство и чистоту, синий – честность и верность, а красный – смелость, мужество, а также цвет крови, пролитый из Отечества. За свою историю российский флаг также был и другой расцветки – черно-желто-белым. Указ о новых гербовых цветах Российской империи подписал Александр II. Для флага заимствовали цветовое решение немецкой геральдики, а именно герба палеологов. Такое знамя, хоть и просуществовал как государственный флаг, но не прижилось. Поэтому свой официальный статус – бело-синий-красный триколор – приобрел в 1896 году, накануне коронации Николая II. В апреле 1918 года советское правительство решило упразднить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище. Более 70 лет государственным флагом был красный стяг. Но 22 августа 1991 года историческое знамя снова заняло свое почетное место на официальных и торжественных событиях Российской Федерации. В этот день над Белым домом в Москве впервые подняли трехцветный российский флаг, который заменил красное знамя серпом и молотом. День государственного флага Российской Федерации установили в 1994 году указом президента. В городской библиотеке имени Маяковского сотрудники подготовили для граждан тематическую выставку, на которой представлены книги о символах России, гербе, гимне и флаге. Также читатели могут принять участие в фотоакции, сфотографировавшись с российским триколором. В том числе тех, кто участвует в нашей акции, фотоакции, мы приглашаем поучаствовать в Блицопросе или в виртуальной викторине. То есть, либо мы людей сажаем за компьютер, они проходят, много чего интересного узнают, либо мы как бы Блицопрос проводим. Посетить книжную выставку можно в часы работы библиотеки.